Девушки отдыхают Певец-ведущий Арайк Крис Здорово! Здравствуйте! Всем привет! Всем доброго утра! Скажи, пожалуйста, сразу к тебе вопрос Встают ли звезды в такую рань? Встаешь ли ты? Но только ради такого потрясающего гонорара, который предложили вы мне Слушай, можно я стану тобой на сегодня? Потому что мне гонорар не предлагают Знаешь, Арайк, мы собирали всей редакцией Ну еще пару человек-спонсоров пришлось пригласить Просто я таки проснулся, видите? Моя бабушка скинулась В какое время обычно ты встаешь? У меня будильник стоит на 10, на 10.15, на 10.30 Шикарно! Вот, это пример того человека, который с первого раза не встает Да, да И что, ну вот, хорошо Значит, первый прозвенел Нет, ну когда я знаю, что мне точно надо проснуться Я просыпаюсь в 10 Но когда я знаю, что я могу еще чуть-чуть, то просыпаюсь в 10.30 Класс! Счастливый человек! Я уже обедаю в это время Кто-то уже заканчивает рабочий день В это время есть, я думаю, есть и такие люди Спасибо, что пришел, мы тебя благодарим Понятно, что очень много людей знают С чего все у тебя, в общем-то, началось Мы хотим на некоторых моментах, ну знаешь, вот как это? Остановиться Остановиться Хотим узнать Вот сегодня люди, значит, насмотревшись интернета Насмотревшись телевидение Хотя думают, что вот так вот легко стать человеком известным Добиться какого-то результата И быть профессионалом, ну или суперпрофессионалом, да В какой-то своей сфере, да, обучиться Вот твое мнение, каково? Так ли это все просто? И достаточно завести себе Инстаграм, выложить пару фотографий И сказать, все, ребята, я, значит, супергерой Ну, на самом деле, наверное, нет Потому что, почему, да Потому что, во-первых, если у тебя руки растут не с того вместо То ты никогда не добьешься ничего абсолютно Первое, чем я могу гордиться, что Ну, наверное, не я этим горжусь, а клиенты Мне говорят, что я умею стричь Поэтому вот первое, это однозначно вот это И была, конечно, мечта стать кем бы то ни было Чуть побольше, чем просто постричь, да И вот, когда я начал уже работать Я же работаю со звездами, очень много звезд, да И я начал с ними работать, и вот они мне говорят Так, пора как бы вот выходить из рамок Ростова-на-Дону И вот мне посоветовали сделать все-таки Инстаграм Вести свой блог Вот, они там меня поддержали, очень многие звезды Меня выкладывали первое время Очень часто у себя в соцсетях, чтобы, так сказать, набралось Ну, набралось количество Да-да-да, ну а почему нет? Хотя на вечернем Урганте у меня, когда показали, у меня сразу 100 тысяч человек добавилось О, видишь, класс Знаешь, мне кажется, Ургант еще и на тебе наварился Конечно Однозначно, не зря же он меня два раза к себе так звал И Малахов на тебе ступудов наварился Ну, Малахов точно Я просто очень люблю свой город, и поэтому, да, я, конечно, я всегда говорю, что да, я армянин, я родился в Армении, но вся моя сознательность жизни, она здесь И поэтому это мой дом, это моя родина, та, которой я получил свое воспитание Поэтому я очень трепетно отношусь к своему городу, и когда меня спрашивают, ну почему не Москва, езжай уже, у тебя все здесь Ну, мне здесь очень хорошо Вот, правильно Вот тем, может быть, людям, молодым людям, или не очень молодым, какой-то совет, с чего начать? Вот, скажем так, если, например, говорить о непосредственно твоей сфере, да, вот Нужно идти учиться в образовательное учреждение, или можно пойти, условно говоря, на какой-нибудь мастер-класс к человеку звездному Человеку профессионалу или мега-профессионалу, научиться у него, и этого достаточно Или просто душа к этому должна лежать, и вот ты сам можешь расправиться с этим Мне кажется, вы сами задали ответы на свои вопросы Однозначно идти учиться Да Однозначно душа, да, потому что без души невозможно получить удовольствие от своей работы Но тут такая вот, именно наша сфера, это такая вот штучка, что, вот, понимаете, мода не стоит на месте И даже, вот, как бы, хотя я, как говорю, что, как бы, да, я уже, ой, у меня там, у меня уже последняя степень, так сказать, вот Парикмахерского искусства, да, я уже получил свой... Магистр ты? Магистр, аспирант, модельер То есть выше уже ничего нет, но при этом каждый месяц я посещаю всевозможные мастер-классы, там, обучение для того, чтобы быть в курсе всех последних тенденций, потому что мои клиенты, они любят быть вот прям вот по-последнему, да Даже я хожу специально просто в магазины, там, косметики для женщин, я сюда спрашиваю, так, что в моду сейчас войдет? Одна то говорит, вторая то... И вот, собирая эту всю информацию, ты делаешь какой-то вывод, ты продаешь это все потом, естественно, своим клиентам Поэтому надо учиться, учиться, еще раз учиться Даже если вы решили там, вот, остановиться на одной профессии, ну, пожалуйста, возьмите что-нибудь... Почему всегда мы... Помните, когда-то было всегда в школе, у нас еще когда мы были молодые, красивые, учили в школе Прошло жарное время Мы всегда представляем, хобби, да, там, чем вы увлекаетесь То есть сейчас вот это, именно вот хобби, это должно быть то, от чего ты должен получать еще больше удовольствия, чем от того, чем тебе приходится заниматься, да Скажем, у меня моя работа, я могу на своей работе даже плясать, танцевать, и мне как бы все привыкли, так, что я как бы чуть-чуть сумасшедший там, ну, в плане того, что я веселый Вот, и поэтому здесь... Ну, весь день стоять еще, ну, как бы на ногах Ну, весь день стоять это неплохо Нет, ну, потанцевать, почему нет, это разминка Есть же возможность, руки, ноги целые Так Пожалуйста, вперед Вот я всегда смотрю там на... в соцсети, там есть много очень вот людей, у которых есть какие-то ограничения, но они тоже не сидят на месте, там, чего-то добиваются в этой жизни Какие звезды, с кем ты взаимодействовал, кто, может быть, записывался к тебе на стрижку, кого ты не брал, то есть Маликов, звонит, говорит, алло, Раек, запиши меня на стрижку Говорит, нет, не хочу, вот что-нибудь такое интересное, расскажешь Ну, нет, у меня таких ситуаций нет, потому что, хотя я всегда говорю, мне не важно, кто этот человек, если он уже в моем кресле, да Потому что одинаково я буду обслуживать, либо это суперзвезда, либо это студент, либо это пенсионер, там, для меня этого нет, не имеет никакого значения А что касаемо звезд, ну, последняя фееричная моя работа, это была как раз-таки, ну, я имею в виду, работа и выступление в одном сразу, да Это было в прошлом году на Сочи Олимпфест Полиной Гагариной из Басты, когда мы выступали троем О, вот связка какая! Вот, Ростов все-таки, да, это было очень круто, однозначно, потому что, во-первых, там было около полторы тысячи человек, вот прям где этот огонь, где Олимпийская игра, вот эта Олимпийская деревня, все дела Олимпийский колхоз Мы много сегодня о колхозе говорим Поэтому, на самом деле, очень много историй Вот, самое смешное было, когда мы ехали в Краснодар на выступление, и мне звонит, алло, здравствуйте Я говорю, здравствуйте, директор Сусо Павляшвили, Райк, может с вами Сусо, как там, его отчество я уже забыл, если честно, простите, поговорить с вами Я говорю, да, конечно, я вот как раз с Киркорова еду, а он говорит, что Филипп Петрович на югах, я говорю, да, вот мы прилетели, мы сейчас поужинаем там, и мы ха-ха-ха-ха ржем в машине, вот по громкоговорителю И тут телефону передают, и говорят, алло, Райк, там, здравствуйте, я понимаю, что по голосу это вроде как бы он И он говорит, вот у меня сейчас будут съемки клипа, я очень хочу, чтобы ты прилетел и снялся на мой клип Я думаю, я говорю, конечно, много шуток у меня звонят и днем, и ночью, но такого еще не было И позвонил, и я улетел на один день на съемки клипа Сусо Павляшвили, Мани, 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 да, он уже выходит, скоро будет презентация, я полечу и на презентацию клипа, и я снялся у него в клипе Так, про деньги, соответственно, да? Хорошая, хорошая тема Можно какую-то маленькую затравочку? Что ты там с деньгами как-то взаимодействуешь? Ну, сама песня говорит о том, что однозначно да Все, отлично, это самое главное Слушай, ну, тогда возникает такой закономерный вопрос Вот ты столько работаешь, да, и в разных сферах себя проявляешь Если говорить о, ну, скажем так, стилистическом будущем Ростова Я имею в виду о тех людях, которые, ну, вот, будут, я не знаю, продолжать твое дело У тебя, возможно, есть уже какие-то ученики? Потому что ты один, а нас голов в Ростове много Кому вот мы сможем записаться? Потому что к тебе, как мы уже поняли, очередь Нет, тут надо разобраться, знаешь, с чем сначала Вот ты говорил, есть свои и для своих, скажем так, цены одни, да? А есть, ну, новенькие, да, молодые Которые тоже хотят Которые тоже хотят, но для них цены другие Вот мы, скажем так, мы новенькие или старенькие? Нас в какой список вышли? Нет, ну, вы же в команде Ростов-ФМ Поэтому, кому как не вам помнить Когда была первая поломая передача Ростов на ТВ Помните? В 2013 год, 3,5 года шла передача Мы развивались вместе И было сначала у меня 30 квадратов помещения Потом 70 И сейчас уже у меня 160 квадратов И, естественно, у меня сотрудников 22 человека Их расширяется все больше и больше Да, тех избранных учеников, которых я вижу, что есть что-то Кусочек моего остается и после обучения Я делаю все для того, чтобы они оставались И поэтому Сейчас у нас 6 мастеров ежедневно в смене Это еще не конец Поэтому будет дом красоты расширяться Однозначно для того, чтобы каждый мог себе это позволить Все идет хорошо Да, планы есть Там творческие планы, рабочие планы Может, что-то еще хочется? Может, какой-то проект интересный? Очень хочется Очень хочется Опять, конечно, с моим любимым Ростов на ТВ Хочется какой-то проект Хочется, потому что сейчас мы все в раздумках Хочется что-то тоже стандартно необычное Вот Чтобы это было Можно показывать по телевизору И чтобы Вот это правильно Но хочется Хочется чуть-чуть, чтобы Нельзя было Легкий запрет Легко Может быть, на радио все-таки проект А почему бы нет? Тут же не видно, что происходит Как бы Почему? Как же это До нами следят Мы уже скинули фотографии, что Нас смотрят Поэтому тут как бы не получится Как? Под табуреткой Мы заклеим Под табуреткой, да? Да Стандартно необычно Да, хочется Однозначно хочется что-то Так сказать Как говорится Замутить-то Отлично Отлично Ну, а город, я думаю, готов к очередному замуту От Арайка Криста Я думаю, это в любом случае будет Мы ждем, на самом деле Феерично и необычно Потому что давненько ничего хорошего не было Такого прямо Так что надо взяться Да Я думаю, что логично было бы завершить Чем-то фееричным Красивым, да? Может быть, красивым, да Может быть, каким-то дэнсовым, да Ну, что-то такое вот в стиле прям Это обязательно Я думаю, важно Вот такая вечеринка Вот такой Ростов и Флэм Ну, что сказать Всем доброе утро Всех люблю Всех целую Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин